Свалки во дворах для мурманской явления нередко. Там, где управляющая компания ленится вывозить крупногабаритный мусор, появляются горы из заслуживших свое дверей, оконных рам и даже холодильников. Специалисты управления Первомайского административного округа проверили, как выполняется уборка территорий. Первая остановка в одном из дворов на Кольском проспекте. Здесь все практически идеально. Мусорные баки вовремя опустошают, площадка для крупногабаритного хлама тоже оборудована. По двору ходят дворники в ярких зеленых жилетках, подметают песок, чтобы его не раздувало ветром. Они оборудованы не только для контейнеров, но и для крупногабаритных отходов. Они складываются в специально отведенном для этого места. Территория, в результате территория не закламляется. Так и должно быть в идеале. Но это скорее исключение, чем правило. Заходим за дом и в соседнем дворе на Баумана 5, в котором хозяйничает другая управляшка. Видим уже совсем иную картину. Контейнерная площадка завалена хламом. Здесь все. Стиральные машинки, холодильники, доски, двери. Мусор в контейнерах, судя по всему, давно не вывозился. Сейчас это здесь немножко убрали. А вообще здесь ужас какой был. В доме ничего не убирается. Мусоропровод забит. Повесили объявление. Пожалуйста, выносите мусор на улице. В доме ничего не убирается. Уже давно. Когда-то это было образцовое общежитие. Здесь прожили более 15 лет. Из этого образцового общежития здесь стал полный бардак. За такое отношение к обслуживанию придомовой территории местную управляющую компанию ждет солидный штраф. Данные нарушения указывают на наличие административного правонарушения. В отношении управляющей компании «Гарант» в августе были составлены материалы и направлены в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. В настоящее время управляющей компанией в значительном объеме вывезен крупногабаритные отходы. Но до конца они не убрали территорию, которая была закреплена в результате складирования крупногабаритных отходов. Следующий двор на Олега Кашевого 4 тоже чистотой не радует. Здесь хлама побольше, но в основном это строительный мусор. Видно, кто-то делает ремонт. Впрочем, жильцы утверждают, гору периодически ликвидируют, но вскоре она появляется вновь. Уже недели две. Машин-то выделяют, мало тут вывозят. Раз в неделю бывает. Не успевают просто. Прохожие безнадежно вздыхают. Такая ситуация с мусором не только здесь, но и во многих двориках Мурманска. Постоянно обновляется. Ремонты делают, постоянно обновляется. Так что вывозить это много машин надо. Это во всех дворах есть. Так что... По результатам проверки нерадивые управляющие компании оштрафуют. Наказание рублем – единственный легальный рычаг воздействия на управляшки доступной администрации района. Судя по всему, не совсем действенный. Только за июль и август 2013 года суммарный размер штрафов коммунальщикам составил 328 тысяч рублей. Вот только дворы в помойные ямы превращаться так и не перестали.